МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ТВК. Я Ольга Цепляшина. Сегодня воскресенье, 10 августа. Главная тема дня. 700 гаражей на парашютной затопило канализационными стоками, чья труба неизвестна. Грузовик за три часа. Красноярцы собирают помощь переселенцам с Украины. Фигуры высшего пилотажа и мастер-класс по сборке самолета. Крылатый праздник на аэродроме под Красноярском. Автотрагедия в центре города и продуктовая эмбарго от правительства. Рубрика итоги недели. По пояс в сточных водах. Сегодня с самого утра владельцы 700 гаражей на улице Парашютной вынуждены были спасать свое имущество. Затопило практически каждый подвал. Большинство людей узнали о потопе, когда большая часть имущества была под водой. Владельцы гаражей вооружились насосами, несколько часов откачивали жидкость. И тем не менее уровень не опускается до сих пор. Люди утверждают, что прорвало канализационную трубу и боятся, что подмоют фундамент строений. Тем временем в Краскоме поясняют, что согласно схеме под гаражами их коммуникаций нет. Тем не менее специалисты работают на месте и ищут владельца лопнувшей трубы. Частичка добра от красноярцев переселенцам из Украины. Сегодня на острове Татышев прошла благотворительная акция, организованная волонтерами поиска пропавших детей. В течение всего дня горожане приносили вещи для украинцев, нуждающихся в помощи. Красноярцы в основном передавали теплую одежду, обувь, вещи к школе и канцелярские товары, подгузники, детское питание и посуду. Волонтеры принимали все, ограничений не было. За первые три часа акции места в небольшом грузовике практически не осталось. Все собранные вещи будут храниться пока в квартирах у волонтеров, поэтому общественная организация просит помощи у красноярцев, у кого есть возможность предоставить на время чистый склад. На этом акция не заканчивается. Если вы хотите принять в ней участие, звоните по телефону 8-950-996-60-66. В организации говорят, что сейчас переседленцы больше всего нуждаются в мелкой технике, например, в сотовых телефонах для своих детей. Ведь скоро 1 сентября и в незнакомом городе нужно быть на связи. Подойдут самые простые и недорогие модели. Смотрите, какого нам медведя еще привезли. О, здорово. Надо узнать, у кого из ребятишек день рождения и подарить. Выходной день, многие люди за городом. Ну, сами видите, что машина забита практически. У нас есть еще два часа. Я думаю, через два часа у нас уже просто машина не будет закрываться. Более 30 различных судов. Фигуры высшего пилотажа от опытных летчиков и мастер-классы по сборке самолетов. Все это праздник, посвященный Дню Воздушного флота России. Репортаж с места событий от Захара Письменных. Для опытного пилота такие фигуры в небе – простая прогулка, даже несмотря на возраст самолета. Ведь спроектирован он был еще в 70-х годах. Тем временем за шоу, не жалея шеи, наблюдают более 6 тысяч человек. Воздухи и яки, знакомые еще советским летчикам, и современные вертолеты. На земле их младшие братья. На аэродроме сегодня и самолеты, которые не поднимутся в небо. Они служат площадкой для фотосессий будущих пилотов. Здесь готовы не только рассказать о воздушных судах, но и прокатить зрителей и даже принять в свои ряды. Те, для кого первым делом самолеты уверены, что мечтать о полетах нужно с детства. Кто-то пошел в авиацию, потому что он хотел стать летчиком с детства. И это для него не только профессия, ставшая заработком и куском хлеба, добывание. Это еще и хорошая эмоция, добрая эмоция, такая, которую хочется все время испытывать. А если говорить о любимых самолетах, естественно, наверное, приходится говорить о любимом самолете, о том, не приходится, с удовольствием можно говорить, о том, о котором первый раз вылетел. В честь Дня Воздушного флота России аэродром на Кузнецовском плато бесплатно открыли для гостей. Рядом со взлетно-посадочной выставка техники и мастер-классы. Вместе с большими братьями в небе удивляют зрителей самолеты на пульте управления, которые совсем не похожи на те, что можно купить в магазине игрушек. Организаторы праздника говорят, что жители больших городов все чаще покоряют виражи в воздухе. Интерес растет, конечно, тем более мы тоже на месте аэродром развиваемся, пытаемся людей удивлять, ну и как-то приобщить к этой теме. Учим летать, много новых курсантов у нас появляется в этом году в особенности. Раз в году аэродром превращается в одну большую площадку для экскурсий фанатам высшего пилотажа. И даже те, кто боялись летать, сегодня влюбились в самый романтичный вид транспорта. Сахар Письменов, Евгений Майчев, Новости ТВК. Завершается снос бараков на улице Копылово. Я напомню, что демонтировать старые дома начали еще в мае 2012 года. Тогда на территории между улицами Ладуки, Сахавели и Пушкина находилось 11 двухэтажных деревянных домов. Там проживало более 100 семей. Большинство людей смирились с переселением сразу. Но одна семья была не согласна с условиями переезда, оставалось жить там до самого конца. Конфликт разрешился только в суде. И вот сегодня заканчивается расчистка территории. Напомню, что на этом месте, по словам городских властей, должен появиться небольшой сквер. Страшная авария в самом центре города с двумя погибшими. Обрушение стены в студенческом корпусе и запрет на импорт продуктов из Европы. Итоги прошедшей недели в обзоре Екатерины Мут. Неделя началась с обсуждения трагической аварии, которая произошла накануне. 18-летний студент медицинского университета, сын главного врача одной из крупных городских больниц, ехал по улице Ленина. На светофоре решил проскочить на красный. В этот момент в него врезалась белая Шкода. Водитель Ниссана отлетел в сторону пешеходов. Обе девушки от удара погибли на месте. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, который грозит водителю, 7 лет лишения свободы. До этого происшествия он уже 8 раз привлекался к административной ответственности. А в сети продолжают появляться новые видео, где нарушитель мчится на высокой скорости к месту, где произошла авария. Еще одно ДТП чуть было не лишило жизни троих человек. В деревне под Красноярском Лексус на полной скорости влетел в дом, где спали хозяева. Лишь чудом никто не пострадал. Жители деревни уверяют, владелец авто – известный красноярский бизнесмен Александр Баталов. А в момент аварии за рулем был его племянник. Поначалу виновник аварии отказался восстанавливать разрушенную стену. Но сегодня хозяйка дома рассказала, что после сюжета в новостях ТВК с ней вышли на связь и стену все же восстановили. Внутреннюю отделку женщине предложили проводить за свой счет. Я напугалась, что машина взорвется. Я сразу закричала, чтобы мне ребенка, поднять ребенка, он бежал по стеклу, потому что все дребезги, люстры, диваны, кресла, вся мебель, все порушено. Вынесла полностью два окна, стены. Он был в алкогольном опьянении конкретном. Разбирать завалы пришлось в среду красноярским сотрудникам МЧС. Рано утром 6 августа обрушилась стена бывшего корпуса политехнического института. В этот момент ни в здании, ни возле него никого не было. Поэтому обошлось без жертв. Как нам пояснили, корпус был признан аварийным. Еще в июне там заметили вспучивание грунта и трещины. После этого здание закрыли для посещения. Политическая жизнь города не стоит на месте. В среду стал известен окончательный список претендентов на пост губернатора Красноярского края. Краевой избирком зарегистрировал всех кандидатов. В списке Виктор Толоконский, Иван Серебряков, Валерий Сергеенко, Николай Трикман и Денис Побелат. Теперь пятерым претендентам предстоит провести избирательную кампанию. Агитация стартует с 17 августа. А в четверг стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на импорт продуктов из Европы, Америки и Австралии. Под запрет попали говядина, свинина, рыба и морепродукты, а также овощи, фрукты и молоко. Но наши предприниматели не переживают. Считают, что фрукты из Краснодара, Китая и Турции не дадут полкам опустить. Что не скажешь о многих сортах сыров. Почти половину на этом рынке занимает Европа. Местные фермеры признаются, что из-за запрета цены на отечественное мясо будут выше, как минимум на 10%. Екатерина Мут, Новости ТВК. Экс-депутат городского совета и бывший заместитель главы города Константин Филиппов в рубрике «Смотрите, кто ушел». Как живете? Наши зрители по ту сторону экрана в рубрике «В гости». Пора готовиться к теплу, решили жители одного из домов на улице Калинина. Они увидели, что сирень в их дворе, которая обычно цветет весной, стала вдруг распускаться в августе. Люди говорят, что ранее такого не наблюдали. Биологи не исключают, что у цветущего кустарника, возможно, сбились так называемые биологические часы. Теплую погоду, которая установилась после холодов и дождей, растение приняло за весну. В единичных случаях такое бывает. Но вот на днях такую же картину красноярцы наблюдали уже в противоположной части города, на правобережье. Далее наш проект «Смотрите, кто ушел», герои которого бывшие публичные персоны, не сходившие с экранов телевизоров, но затем пропавшие из виду. Герой сегодня – бывший первый заместитель главы города Константин Филиппов. Рассказывает Наталья Кичина. Руководящий должности Константин Филиппов занимал всегда, начиная с 80-х. Дважды за трудовую карьеру поработал первым вице-мэром Красноярска, депутатом городского совета. Всегда занимался бизнесом, организовал страховое общество «Надежда». При этом его персона никогда не становилась предметом каких-либо скандалов. Десять лет назад я весил 103 килограмма. Через два месяца я отмечаю 60 лет. У меня молодость, у меня здоровье и вес 83 килограмма. Вот результат нашего конкурса. Единственное, чем занимается сейчас 76-летний Константин Филиппов – это заслуженно отдыхает. После полувекового стажа, говорит, заслужил. Но о таком досуге среднестатистический пенсионер, конечно, и мечтать не смеет. Шикарный загородный дом, где он живет с женой и дочкой, в красивейшем месте в районе удачного. Вид на столбы, беседки, сосны, подопады. В таком окружении, правда, зачем работать? Но здесь, признается Константин Михайлович, он бывает редко, потому что постоянно путешествует. Сейчас вернулся с острова Мадера в Атлантическом океане. Далее по плану Шушенска, Иргаки, Крым и Африка, Кения, Танзания. Пенсионер Филиппов это может себе позволить. Пенсия у меня очень высокая. У меня только и стаж в прокуратуре 15 лет, почти столько же в местном самоуправлении. То есть имея вот такой стаж, я имею пенсию очень высокую. Но не забывайте, что до прихода в администрацию, ну и после ухода из нее, я занимался бизнесом, и причем серьезным бизнесом, не только страховым. Поэтому возможность жить достойно сейчас у меня есть. Хоть в прямую от страхового бизнеса Константин Филиппов отошел, сдав полномочия супруги, но всегда в курсе дел. Сейчас под его чутким руководством издается весьма достойный корпоративный глянцевый журнал. Кроме того, он улегся фотографией. Снимки печатает в журнале вместе с рассказами о горах, которые он покорил. Альпинизм – еще одна страсть. В ближайших планах – покорение Килиманджаро. Хобби, согласитесь, совсем не для больных людей. Когда Филиппов не пошел в городской совет, ходили слухи, что он тяжело болен серьезным онкологическим заболеванием. С горсовета я ушел, потому что закончился срок. И на новый я не пошел. Хотя, может быть, и не все выполнил, что обещал избирателям, но много очень сделал. И если бы я, не буду хвастаться, но если бы я пошел на новый срок, то меня бы избрали. И не буду лукавить. Одна из причин, конечно, болезнь, которая была, и с которой дерева нет, кругом рамор, я, да, ну тогда по голове, конечно, я справился. Вот, слава Богу, да. Ну, думаю, что все нормально будет. Конечно, совсем Константин Филиппов не изолировался от мира. Даже будучи за границей, он всегда отслеживает красноярские новости, события в стране и в мире. И хоть уже не имеет отношения к власти, все принимает близко к сердцу, как будто это касается и его лично. Работа, которая вот сегодня во власти, она... Я занимаюсь альпинизмом, говорят, это опасно. Но тогда, когда идешь на маршрут, то знаешь, куда идти. Есть веревки, есть крючи, есть друзья, которые тебя страхуют. Власти сейчас никто не помогает и никто не страхует. А посмотрите, что происходит в Красноярске. Катаклизмы навалились одна за другой. И вина-то в этом сегодня не муниципальных чиновников. Вина в том, что это, естественно, пришло время, когда в советское время строили, а сейчас начало это рушиться. Но поверьте мне, никогда денег на капитальный ремонт, на капитальные затраты не было, нет и никогда их не будет. Поэтому латание дыр не более того. Поэтому власть не в состоянии предотвратить вот то, что сейчас происходит, но она несет ответственность. И мне искренне жалко вот тех, кто сегодня вынужден отвечать за ошибки, которые они не совершали. Наталья Кичина, Евгений Майчев, новости ТВК. Жизненные истории обычных людей в нашей рубрике «В гости». Сегодня расскажем о нашей телезрительнице Наталье Бывшевой. Партнер проекта – новый жилой комплекс «Озеро Парк». Уже ведется строительство второй очереди. Телефон 297-45-20. Добрый вечер. Сегодня мы приехали в микрорайон «Солнечный». Вот в этот новый белый-синий красивый дом к новоселу Наталье Бывшевой. Она молодая совсем еще девушка, но всего добилась сама. Посмотрим, как она живет. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Я Ольга Тепляшина. Это вам. Спасибо. Вот мы пришли к вам в гости. Честно говоря, очень было приятно к вам идти. У вас такой девственный чистый подъезд. Все такое новенькое. Когда вы заселились сегодня? 28 мая я получила. Ну, вы совсем-совсем новоселы, да? А сколько у вас? Одна комната, да? Да, одна. А общая? 35,6 квадратов. А вам хватает? Ну, одной, да. С 10 лет. Я одна, как без родителей. Ребенок остался до 9 класса. Потом меня забрали на опеку. Там я 10-11 класс закончила и поехала в город сюда. А это где все происходило? В Казачьинском. А, в районе. Как вам удалось? Миллионы сирот не могут получить квартиру. Вам как удалось? Я не знаю. У меня поддержка просто родственников. Они меня морально поддерживали, материально поддерживали. Плюс я учусь. Третье образование. На кого? Ну, последнее образование. Государство муниципального управления. Вы чиновником хотите быть? Да. И добавить квартиры, да? Да, я хочу в администрацию. У меня планы. Такие в администрацию пойти. Все равно много трудностей перешла я. Много слез. А первые два образования? Специалист социальной работы и налоговик. Налоги и налогообложения. Ну, понятно. Ну, я думаю, что пройдя все эти семь кругов када, вы будете по-человечески относиться к тем, кто к вам придет на прием. Вот именно. Ну, единственное, что многие руки опускают. Я это много знаю. Детей уже, которые взрослые. Ну, вам тут нравится? Сколько времени на дорогу уходит? Ну, я езжу по бездной по трассе. Ну, минут 20. Ну, я так ищусь. И у вас есть своя машина? Моя машина. Тут стоит? Да. Это вы уже все сами купили, да? Да, это мне помогли, так же говорю, родственники. И кухню. Да. Конечно, у меня стипендия. Я учусь хорошо. А вы учитесь не работаете или работаете? Работала, да. Конечно, я работала. Стипендий мало было, но сейчас в университете повышенная стипендия. И стараюсь сдавать. А сколько повышенной стипендии? Ну, у меня выходит 11, когда я сдаю на 4-5 экзамены. А тут у вас балкон, да? Большой балкон. Ну, да. Меня тут уже радует. А тут такие прям луга, как будто вы, я не знаю, не в мегаполисе живете. Пока помаленько узнаю. Уже знаю, где магазины, где банки. Осталось еще до больницы не добралась, чтобы уже карточку здесь завести. А как вы разговариваете с чиновниками? Вот одни приходят, им отказывают, другие приходят, им все делают. Вы говорите, дело в характере. Научите? Ну, а как? Я не знаю. Я настойчивая. Я приезжала всегда. И в министерство обращалась, и в администрацию железнодорожного, и адвокатам, и юристам. И пришлось даже вплоть до помощникам депутатов. А какой вам депутат помог? Даже не думайте, не помогли они. А, не помогли? Конечно. Сказали у вас. Я даже, мне не стыдно это говорить. Предлагали, говорили, что у меня красивые документы, что-то. Ну, как-то предлагали. Я от всего отказывалась, и все. А что предлагали? Ну, а что у нас чиновники предлагают? Взятку хотели? Нет. А что? Ну, а девушки что хотят? Вас хотели? Конечно. Ну, в лифте. Серьезно? Я сбегала, да. Серьезно? Серьезно. Помощник депутата. И, да, и на горные катания везде меня приглашали. Я нет, и отказывалась. А это что у нас за депутаты такие? Ну, так, я обратилась, хотела, ну, чтобы они мне помогли. Не хотите называться? Да, конечно, нет. Зачем? Я даже не запомнила его имя. Я внешность, конечно, запомнила. Это молодой человек или в возрасте? В возрасте. Пойдемте. Наташа, спасибо, что пригласили нас в гости. Нам очень понравилась вы, ваша квартира, ваша жизненная позиция особенно. Потому что, я думаю, это пример для многих зрителей. И такой вот ваш хороший опыт многих настроит на позитивный лад и на такое упорное движение к цели. Если вы хотите стать участником нашего проекта в гости, звоните по телефону 265-45-00. Увидимся. Партнер проекта новый жилой комплекс «Озеро Парк». Уже ведется строительство второй очереди. Телефон 297-45-20. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края – сеть джинсовых магазинов «Шериф» предлагает новую осеннюю коллекцию. Субтитры создавал DimaTorzok И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет компания «Красноярск-Дорремстрой». Поздравляет всех с Днем строителя! 11 августа в городе Красноярске ночью плюс 11, днем плюс 24. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 732 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все новости, подготовленные службой информации телекомпании ТВК. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!